приветствую всех с вами олег саламаха сегодня мы с вами посмотрим как закончились партии второго игрового дня супер турнира левитов чесвик 2023 который проходит в амстердаме с 22 по 26 сентября состав очень интересный 10 суперграссмейстеров средний рейтинг турнира 2729 то есть у нас именно супер турнир и будет очень интересно его смотреть ставим лайк до начала обзора это позволит видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран на ваших экранах сейчас вся самая необходимая информация о этом супер турнире временной контроль 10 минут и 5 секунд добавления на ход и также призовой фонд 130 тысяч долларов призы делятся следующим образом за первое место участник получает 40 тысяч и также формат тайбрейка у нас будет сыр на 2 игры с контролем 3 минуты и 2 секунды добавления на ход также может быть армагеддон шестом туре играет шахриер мамедьяров против яна непомнящего дни у дубов против уэсли со александр горячу против виши ананда владимир крамник против петра сфидлера и борис гельфан против ливона ароняна белыми играл борис гельфан черными играл ливон аронян в этой партии у нас был разыгран ферзевый гамбит миранская система давайте дебют как обычно по нашей доброй традиции проматываем поскольку все самые интересные обычно происходит таких партиях попозже итак после рокировка белые заканчивают развитие черный отвечает ферзь h5 пешка на поле а3 пока у черных жива и белые играют слон c4 чтобы не отдать разменять коня на слона и не дать черный преимущество двух слонов конь d5 но черные уводят коня защищают теперь пешку на поле а3 после е4 конь b6 снова конь под боем слон d3 и е5 после ферзь е3 слон g4 слон е2 ладья е8 наконец-то белые упрощают позицию играют де черные бьют на поле f3 после слон бьет f3 забирают ферзем на поле е5 ну и получается позиция где мы видим что у черных лишняя пешка временно но при этом очень серьезно испорчена структура на королевском и на ферзевом фланге поэтому позиции примерно равные слон c3 ферзь g5 ферзь е2 конечно же отказывается от размена борис гельфанд поскольку в случае взятия на g5 это была бы позиционная ошибка поскольку черные просто бы выправили пешечную структуру конь d7 b4 теперь наконец-то белые перекрывают защиту пешки на поле а3 ну и после слон бьет b4 играют ладья a6 атакуя пешку на поле c6 ладья d2 ливон ронян идет в контратаку ферзь е3 ферзь c5 и предлагает размен ферзей снова американский гроссмейстер после е5 здесь борис гельфанд на самом деле их находит хорошее продолжение он активизирует своего слона на поле f3 который снова начинает давить на пешку на поле c6 происходит размен ферзей и как мы видим на доске у нас остались разноцветные слоны при тяжелых фигурах при всех ладьях после и фиеводя бьет c6 снова как мы видим одна лишняя пешка у черных сохраняется но после водя d8 водя c7 водя d7 водя бьет d7 водя бьет d7 пара ладей ушла с доски и после водя d1 борис гельфанд снова предлагает размен поскольку тогда останутся одни разноцветные слоны и ничья будет совсем быстрой поэтому ли он отказывается играет водя c7 слон g4 a5 единственный козырь в этой позиции у черных это проходная пешка а ладья d7 но белые пристают грязно вот так вот на размен ладья c3 и вот здесь ходом слон h5 ошибается борис гельфанд надо было играть слон f3 чтобы перевести слона на поле d5 даже наплевав на пешку на поле е3 поскольку после этого пешку на поле f7 белые отыграют и получится равенство после же слон h5 здесь также ошибается и ливон ронян играя водя бьет е3 было очень сильно сыграть f5 и этот на самом деле такой ход просто уводим пешку из-под удара давал черным большой перевес проблема в том что теперь пешку на поле е3 хотим съесть на король f2 будет слон c5 и самое главное что пешка осталась в живых после g4 единственный какой-то такой контр шанс белых fg слон бьет g4 водя бьет е3 уже две лишних пешки получается у черных и после слон е6 шах король h8 слон f5 белые вроде бы начинают нападать на какие-то пешки но h5 пешка уходит из-под боя и после водя h7 король g8 водя бьет h5 фигуры белых расположены теперь неудачно и черные двигают пешку пользуясь тем что бить на поле a4 нельзя будет скрытый шах с потерей ладьи а после водя c4 слон d4 черные идеальным образом перегруппировать свои фигуры слон е6 шах король g7 король f1 наконец-то уходя из-под возможного скрытого шаха но пешка идет еще дальше а3 и вот здесь уже позиция просто близкая к выигранной то что пешка е осталась живых король черных приближается у белых просто проиграно но водя бьет е3 сыграл его на ранян амнистирует он бориса гельфанда забирает борис гельфан пешку на поле f7 затем играет король f2 водя c3 слон d5 a4 король е2 ну и здесь мы видим что у белых все-таки пешка осталась пока в живых а3 водя 7 блокада пока работает солнце 5 водя а4 король g7 король d2 и теперь водя как мы видим расположена достаточно неудачно на поле c3 играет водя е3 ливон аранян взаимодействие фигур нарушается все-таки водя здесь расположена неудачно потому что защищена слоном на которого можно напасть например ходом ладья а5 слон d4 ладья а6 отсекаем короля после водя c3 слон е4 черный играют h5 и белый играют h4 мы видим что позиция все равно остается в рамках равенства то есть белый держится после водя б3 слон д5 водя е3 вот здесь вмешалось обстоятельства судьбу этой партии под названием цит нот потому что здесь борис гельфанд сыграл водя c6 и этот ход проигрывает партию король c2 надо было обязательно сыграть чтобы держаться королем ближе вот к этой пешке а после водя c6 как сыграл очень неудачно борис гельфанд последовал очень сильный ход е4 и теперь позиция проиграна на воде c4 водя d3 шах дал ливон аранян и после хода король е2 король f6 король мчится на поле е5 защищая пешку на поле е4 и бить пешку на поле е4 нельзя из-за шаха на е3 но борис гельфанд просто зевнул фигуру после слон бьет е4 водя е3 шах на 54 ходу израильский гроссмейстер признал свое поражение идем дальше белыми играл александр грищук черными играл виши ананд в этом российско-индийском противостоянии опять же у нас была разыграна защита немцовича дебют проматываем получается примерно равенство на выходе из дебюта после конь c6 грищук прыгает и заставляет черных меняться теперь у белых преимущество двух слонов водя c8 но преимущество двух слонов состоит еще в том что всегда можно разменять одного из них в нужной редакции слон бьет f6 gf пришлось играть потому что на взятие будет слон бьет d5 теперь грищук отводит слона на поле b5 после конь е4 ферзь b2 ферзь е7 получается так что у черных испорчена структура и плюс изолированная пешка на поле d5 слон d3 слон е5 конь d4 играет грищук и после слон d4 еd f5 виши ананд подкрепляет коня на поле е4 но этого коня всегда можно прогнать ходом f3 и вот здесь виши ошибается ходом конь c3 надо было конечно здесь сыграть конь d6 на водя е1 не пуская ферзя на поле е3 ферзь g5 водя е5 атакую пешку на поле d5 и эта пешка падает водя е8 f4 ферзь g6 водя бьет d5 но черные постепенно стабилизируют позицию король g7 водя е5 f6 и здесь получается так что у черных не хватает пешки но фигуры у них расположены достаточно гармонично пешка на поле d4 слабая тоже изолятор должно быть примерное равенство итак f3 конь c3 чересчур активно да грозит вроде бы шах на поле е3 но теперь ладья е1 играет грищук не пуская ферзя ферзь g5 ладья е5 нападая на сразу на две пешки на d5 и на f5 причем на f5 пешка очень слабая f6 и теперь даже не забирает пешку на поле f5 грищук а играет на доминацию ладья е6 конь е4 придумывает вишанент уже затеи перекрывает вертикаль е грозит шах на поле е3 fe ферзь е3 шах ферзь f2 ферзь бьет d3 белый таким образом значит фигуру не потеряли то есть черные фигуру отыграли на поле d3 не приобрели вернее белый лишнюю фигуру а черные соответственно фигуру отыграли и после ед получается так что сейчас пока у белых лишняя пешка ладья c2 ладья е3 александр грищук контратакует ферзя ферзь d2 теперь происходит размен ферзь d2 ладья d2 ладья f1 ладья c8 и после хода h3 белый делает форточку мы видим что сейчас у них лишняя пешка здоровая и вот тут вишанент ошибается делая самый казалось бы логичный ход ладья cc2 на самом деле надо было бить на поле d4 после ладья бьет f5 играть ладья c7 контролируя 7 ряд после ладья бьет f6 ладья бьет d5 ладья ff3 да у белых все равно сохранялся сохранялся перевес но здесь черные еще могли как-то барахтаться а вот после хода ладья cc2 уже позиция безнадежна потому что белый дают шах защищая пешку на поле g2 и затем забирают пешку на поле f5 остаются уже с двумя лишними пешками плюс заходит за третий ладья бьет d4 одну пешку вишанент съел но пешка на поле h7 падает и после этого теряется еще и пешка на поле a7 тут уже остался опять же с двумя здоровыми лишними пешками грещук и на 40 ходу вишанент признал свое поражение грещук победил идем дальше белыми играл владимир крамник черными играл петр свитлер смотрим с вами российское противостояние у нас была разыграна сицилианская защита вариант созина позиции с односторонними рокировками черные пытаются атаковать на ферзевом ну белый играют по центру после конь е4 слон е4 d е получается так что вертикаль е наглухо забита и игра переходит на фланги конь d2 слон b7 и белый прорываются ходом f5 сразу же жертвуя пешку на поле е5 ферзь бьет е5 fe fe но теперь по крайней мере король черных застревает в центре c3 bc bc слон f6 играет петр свитлер с идеей убежать все-таки королем в короткую рокировку и владимир крамник жертвует качество пытаясь задержать короля в центре ладья бьет f6 gf но вот здесь владимир борисович очень грубо ошибся ходом fg4 уж если ты пожертвовал то надо было наносить дальше конь бьет е6 и король действительно у черных застревает после ферзь бьет е6 ферзь h5 шах на двойном ударе белые отыгрывают фигуру ферзь f7 ферзь бьет a5 и получается так что здесь у белых не хватает качество король у черных себя чувствует достаточно некомфортно потому что если рокировать то позиции королевского фланга раскрыто белый там сыграет владя f1 слона на d4 поставит но все-таки у черных лишнее качество и компьютер отдает здесь перевес черным хотя с человеческой точки зрения позиция очень противная а после gf fg4 очень неудачно сыграл владимир крамник идея то была очень здравая вонзить ферзя на поле g7 но петр свитер играет король f7 тут уже можно смело отказаться от рокировки потому что видно что король сам себя прекрасно защитит слон на поле b7 смотрит в сторону краевского фланга а води сейчас выйдут и начнут атаку уже черные нежели белые владя f1 владя g8 так все и происходит ферзи значит ферзь h4 владя g6 конь e2 владя g8 после g3 вот здесь петр свитер играет конь c6 этот ход ошибочен здесь надо было играть h6 не отдавать пешку на поле h7 но конь c6 петр свитер просто отдает пешку на поле h7 с шахом владя g7 и тут владимиру крамнику опять же надо было отступить ферзем на поле h3 с дальнейшим конь f4 и здесь позиция белых как ни странно все еще была вполне нормальной потому что бить на поле c3 черные не успевают пешка на поле е6 будет атаковано но было сыграно ферзь h8 теперь после конь e7 конь f4 спокойно забирает пешку на поле c3 петр свитер и слон на поле е3 оказывается атакован король f2 конь f5 и выясняется что белые никого не атакуют а черные уже просто все съедают слон висит если слон отойдет то потеряется конь с шахом конь c4 приходится мудрить владимиру крамнику он жертвует фигуру играет владя d1 с идеей дать какой-то шах предсмертный на поле d7 но ладья g8 ладья d7 шах король е8 спокойно петр свитер уходит из-под атаки ферзь h7 ладья g7 ладья бьет g7 ладья бьет g7 и после того как белая атака выдохалась после ферзь h8 шах владимир крамник здесь на 36 ходу сдался ну потому что скорее всего у него просто флаг упал потому что просто отходят королем черные и остаются уже с лишней ладьей в этой позиции ну конечно понятно что абсолютно безнадежно в общем не получилось у владимира крамника сыграть в таком красивом талевском стиле с жертвами отразила атаку петр свитер и в этой партии чит оказался крепче мяча идем дальше белыми играл шахриерма медьяров черными играл я не помнящий в этой партии вообще происходили удивительнейшие события на выходе из дебюта получилась абсолютно равная позиция из защиты немцовича немножечко позиция подупростилась белые захватили центр все как полагается не помнящий пытается играть на ферзевом фланге после конь бьет c5 слон е3 ладья c8 рокировка белые заканчивают развитие связка очень неприятная ладья d8 играет ян и ладья b1 вот здесь шахриерма медьяра допускает грубейший зевок который сразу же приводит к поражению надо было конечно бить на поле c5 после этого двойной удар на ферзя и на ладью теперь бить на поле d2 просто плохо так как слон бьет b6 будет ход ферзь бьет c5 ладья бьет c5 и после ладья бьет d2 вот здесь выручает белых ход ладья c1 так бы иначе позиция была достаточно неприятной потому что черные вторгались по 2 горизонтали а вот ход ладья c1 и теперь черные не успевают сыграть ладья 2 так как грозит мат по последнему ряду им самим приходится делать форточку и тогда белые успевают сыграть слон f1 расположить свои фигуры идеальным образом здесь они оставались получается без пешки но с большими шансами на ничью а вот после хода ладья d8 ладья b1 сыграл шахрияр это грубейший зевок потому что после ладья бьет d2 ладья бьет b6 ладья бьет е3 он просто остался без фигуры и на двадцать шестом ходу шахрияр сдался вот такой вот получился быстрый разгром непомнящий победил а мы с вами идем дальше белыми играл даниил дубов черным играл уэсли со ну и снова смотрим с вами партию чисто формально из серии позор позор потому что таких партий конечно должно быть намного меньше на таком супер турнире который особо ничего не дает кроме денежных призов ну вот так вот играть что просто чуть-чуть разменялись после водятся один водятся 8 водя бьет a4 на девятнадцатом ходу предложил дубов ничью и соперники просто пожали друг другу руки и разошлись ничего абсолютно интересного здесь не было а мы с вами тем временем посмотрели все пять партий шестого тура идем дальше седьмом туре играет ливон аронян против шахрияра мамедьярова петр свитлер против бориса гельфанда виши анан против владимира крамника уэсли со против александра грищука и ян непомнящий против даниила дубова белыми играл ян непомнящий черным играл даниил дубов смотрим с вами российское дерби российское противостояние разыграна у нас защита двух коней в исполнении даниил дубова ну и дальше получается позиция абсолютно равные соперники достаточно быстро начали менять все фигуры и мы с вами сейчас увидим переход в тяжелое фигурное окончание после ферзь е3 непомнящий предлагает смахнуть с доски еще и ферзей чтобы уж совсем играть не чем было ферзь б4 ферзь е4 ферзь d2 и f4 играет ян после еф водя е2 ферзь д1 шах водя е1 ферзь d2 водя е2 на ничью конечно же ян согласен но после ферзь d1 здесь вот он не стал закрываться на поле е1 то есть сначала вроде бы был согласен а потом подумал почему бы не попробовать поиграть на победу и отступает королем на поле h2 и следующий же ход даниила дубова оказывается катастрофой вместо правильного хода ладья е8 защищая пешку на поле f4 дубов сыграл ферзь а1 и этот ход оказывается очень неудачным дубов защищается от шаха по большой диагонали но при этом отдает спокойно пешку на поле f4 и теперь у белых здоровая хотел сказать лишняя пешка но вовремя посчитал что пешек поровну так что скажу что здоровая позиция с небольшим перевесиком потому что черный король более раскрыт ферзь g7 ну такой перевес меряется на аптекерских весах ладья е6 ладья f8 и вот здесь конечно белым надо было сыграть ферзь е4 чтобы черным не дать возможность двигаться пешкой h берет пешку берем пешку g6 под контроль и грозим ходом ладья е7 но ферзь е3 сыграл непомнящий теперь h5 и вот здесь надо было белым играть g4 только этот ход давал на самом деле большой перевес и шансы на победу а после h5 c3 сыграл непомнящий дальше черные стабилизировали свою позицию и в итоге даниил дубов меняет все-таки ферзей игра переходит владейный эндшпиль который конечно же должен быть ничейным с большим запасом но сейчас мы с вами увидим что очень часто в эндшпиле можно допустить тотальную ошибку и так в итоге получается позиция где у белых лишняя пешка но это ничья и вот здесь вместо хода король b7 который проигрывает партию надо было играть водя а4 черным и спокойно стоять король b7 же сыграл даниил дубов очень неудачно теперь последовал воде h8 и у белых есть очень простой план они хотят подойти просто королем и эту пешку уничтожить король a6 ладья h5 пока белый не дают уничтожить пешку на поле a5 ладья f4 король е3 ладья g4 король f3 ладья g3 король f2 ладья g4 ладья f5 и ладья b4 отвечает даниил дубов и вот в этой позиции непомнящий побеждал ходом король g1 и дальше такой план мы просто перегруппировываем своего короля на поле h3 предлагаем размен и дальше забираем пешку на поле h4 получая абсолютно выигранную позицию после ладья b4 ладья g5 сыграл непомнящий этот ход выпускает победу потому что здесь черные могли противоподействовать этому плану сыграв не ладья b2 шах как сыграл даниил дубов этот ход проигрывает партию потому что подталкивает буквально белых к этому плану а делал ничью ход ладья b1 не пуская короля как раз таки через первую горизонталь к пешке если король куда-то идет вперед то мы его постоянно шахуем поэтому ладья b2 шах ход проигрывает теперь уже просто непомнящий спокойно берет на прицел эту пешку мчится королем и остается с лишней пешкой же король у белых вернее король король у черных очень сильно далеко отсечен и дальше просто белая пешка марширует свободно ферзи водя же значит смотрите водя g1 уже атака не помогает потому что на воде е8 шах будет ход король f7 поэтому здесь на ход водя g8 черные нападают на пешку и теперь на короле в 5 снова готовы шаховать поэтому здесь уже ладья уходит король теперь может двигаться но темпов не хватает видно что у черным потому что пешка очень быстро бежит ну и на 79 ходу здесь данил дубов признал свое поражение и так я не помнящий победил идем дальше белыми играл петр свитлер черный играл борис гельфанд в этом российско-израильском противостоянии у нас была разыграна сицилианская защита причем с таким интересным фианкета слона на поле b2 после солнце 6 bc меняет петр свитлер слона на коня и портит черную структуру на ферзи вон фланге и дальше получается что-то наподобие дебюта рэйти все в итоге разменивается белый портит черным структуру по максимуму и получается так что н-шпиль в итоге возникает где у белых ферзь и два коня против двух слонов слоны обычно хороши в открытых позициях а здесь позиция серьезно закрыта после fg d4 ферзь е1 король g7 король f2 ферзь е5 конь g2 и вот здесь конечно борис гельфанд ошибается играя ферзь бьет е1 шах надо было конечно сохранять ферзей и дать возможность белым если они хотят меняться меняться самим чтобы выправить пешечную структуру ход же ферзь бьет е1 проигрывает после конь бьет е1 f5 здесь белом надо было только сыграть gf на слон бьет f5 g4 и на слон g6 конь g2 и дальше белые постепенно подтягивают короля и конь оказывается в этом окончании гораздо сильнее слона за счет того что у черных просто руины на ферзевом фланге но после f5 g5 сыграл неудачно петр свитлер последовало f6 теперь получается совершенно другая позиция где у черных активный король ну и белым выиграть здесь как будто бы не представляется возможным но опять же цитнот н шпиль и соперники начинают допускать ошибки до поры до времени пока все более-менее нормально после c5 король c4 слон е8 дальнобойный слон позволяет черным уверенно смотреть в будущее снова продолжаются у нас маневры до пешку на поле c5 отдали черные но в итоге после слон б5 шах король d2 вот здесь черным надо было опять же стоять просто там играть король d4 конь е6 шах король е5 конь g5 тогда слон d7 атакуем пешку на поле g4 чтобы не было хода g5 у белых белые забирают пешку на h7 но черные забирают пешку на g4 после b4 король d4 не даем выйти королю и это легкая ничья после же хода король d2 борис гельфанд ошибается грубо играя f3 скидывает он пешку и мчится королем к пешкам королевского фланга но выясняется что здесь белые запирают короля и после хода слон е8 вот здесь наступает критический момент в партии белые здесь побеждали самое главное было понять что черные хотят поставить короля на поле g6 и белые ничего сделать не могут но для этого у них был очень такой четкий ход конь е4 который побеждал мы не даем поставить короля на поле h5 потому что будет конь f6 с вилкой и здесь позиция уже просто выиграна дальше конь идет на поле d6 и пешка b марширует ферзи на ходом конь d6 мы еще и нападаем на слона но b4 сыграл петр свитер поторопился теперь черные вытаскивают короля после хода король g6 конь f6 слон а4 получается так что черным достаточно разменять пешку же и отдать слона за пешку б ну и собственно это все легко происходит потому что добиться выигрыша здесь нереально и в результате на 76 ходу вынужденно согласились на ничью так как белым нечем ставить мат и так в этой партии у нас ничья идем дальше белыми играл виши анан черным играл владимир крамник в этой партии у нас ничего интересного не происходило хотя казалось бы встреча двух x чемпионов мира может завернуться какая-то борьба но нет оба были настроены чрезвычайно миролюбиво и в результате получается после хода конь d3 солнце 3 f3 конь d6 размен на поле c3 затем после ферзи f4 ладья е6 ферзь d2 предлагает размен ферзей еще виши ананд ну и после ферзь d2 ладья d2 ладья е7 черный контролирует вертикаль е белые играют король g1 с идеей поставить короля на поле f2 и затем поменяться на поле е1 всеми фигурами на 26 ходу сделал вход король g1 виши анан предложил ничью и владимир крамник это предложение принял ничего интересного не было идем дальше белыми играл уэсли со черным играл александр грищук в этой партии тоже ничего интересного не происходило разыгран был дебют супер торта уэсли со своеобразно разыграл дебют с двойным таким фианкета после того как он закончил развитие черный отвечает слон е7 коня как мы видим на поле f5 так никто и не пустил поэтому конь возвращается не словно хлебавший на поле f3 и черные играют d4 закрывая слона е3 белый с этим в корне не согласны и начинается борьба за центр слон f5 ед ед вернее ед cd и ладья е1 после рокировка конь е5 уэсли со упрощает позицию конь е5 ладья е5 теперь атакован слон и атакована пешка на поле b7 но слон g4 черный контратакует нападают на ферзя выигрывая темп ферзь f1 и конь d7 нападаем на ладью ладья е1 теперь конь c5 и черный успевают защитить пешку на поле b7 d3 слон f5 тут же сразу же черный нападают на пешку ладья d1 слон g4 после ладья е1 слон f5 просто начали соперники повторять ходы и на двадцать втором ходу согласились на ничью ну казалось бы да доска вроде бы полна фигур играя не хочу там сыграл b4 как-то потом ладью на е4 с двойным ударом на слона и на пешку на d4 но нет не хотят соперники играть согласились на ничью идем дальше белыми играл ливон араньян черным играл шахлияр мамедьяров в этом американо азербайджанском противостоянии а ливон араньян ранее еще и представлял армению мирный исход партии состоялся уже на одиннадцатом ходу не знаю что здесь случилось и если в партии даниила дубова я говорю позор таким партиям то здесь просто позорище в квадрате да даже в кубе не знаю почему так быстро шахматисты согласились на ничью ваши соображения пишите в комментариях ну а таких партий конечно действительно не хочется даже и обозревать поэтому мы с вами посмотрели неожиданно все пять партий седьмого тура и приступаем к рассмотрению партий восьмого идем дальше в восьмом туре играет пётр свитлер против шахлияра мамедьярова виши аннад против ливона араньяна уэсли со против бориса гельфанда ян непомнящий против владимира крамника и даниил дубов против александра грищука белыми играл даниил дубов черный играл александр грищук очередное российское противостояние с вами смотрим разыгран у нас каталонское начало в исполнении даниила дубова даниил дубов каталонском начале чувствует себя просто как рыба в воде он помогал готовиться магнусу карлсону в матче против я на непомнящего как раз таки магнус карлсон очень часто применял каталон ну и здесь получается позиция также очень интересная даниил дубов жертвует качество на поле d1 известно что даниил дубов достаточно серьезный такой теоретик и придумывает интереснейшие варианты грищуку приходится думать за доской на ход конь бьет f2 он потратил почти две минуты и 40 секунд и после король бьет f2 теперь нельзя играть f6 из-за конь g6 вилка опять играет здесь александр грищук и после ферзь бьет c4 получается такая ситуация когда пешка на поле c6 стесняют черных по максимуму конь не может выйти в игру а если конь выйдет на поле a6 то теряется пешка на поле a5 так или иначе но коня надо выводить поэтому грищук отдает пешку на поле a5 и получается достаточно интересная позиция где у белых пешка за качество но черные фигуры лишены каких-либо перспектив конь на поле a6 сейчас атакован конь идет на поле b4 и белые конечно не меняют ладью играют ладя b5 снова нападая на коня все это было даниил дубову известно здесь он играл просто на секундах конь d5 приходится отдавать еще пешку и получается позиция форсирована где у белых за качество уже конь мощнейший централизованный и две пешки очень можно сказать что даниил дубов начисто переиграл александра грищука устроив ему сюрприз в дебюте ферзь е6 ладя d7 снова достаточно быстро даниил дубов сделал этот ход белые хотят закусить уже третьей пешкой версия в 5 шаг конь f3 и вот здесь александр грищука ошибается играя ладя c8 переводя переходя к пассивной обороне тут надо было играть в активность уже ладя е8 ладя бьет c7 и ладя е4 после b4 ладя е8 черные контратакуют пешку на поле е2 смотрите как заиграла позиция и после b5 вроде бы у белых позиция близкая к выигранной у них три связанных проходных пешки но черные забирают пешку на поле е2 белые вынуждены отдавать ферзя и получается так что здесь после хода король е3 у черных ферзь против влади и коня но мощнейшие пешки анализ показывает что позиции просто равные белый поставит коня на поле е5 и тут уже черным надо объявлять вечный шаг иначе белые пешки пробегут после хода кони f3 грищук же сыграл ладя c8 очень пассивно теперь белые пешки просто устремились дружной толпой ферзи b4 d6 dc е6 ну и после водя бьет c7 b5 ферзь b2 шах сыграл александр грищук и здесь не дожидаясь ответного хода соперника александр грищук просто сдался король на самом деле от шахов уходит на поле h3 а вот пешки вот эту пешечную лавину никто не может остановить очень красивая победа даниила дубова достаточно интересная новинка с жертвой качества в каталоне вот такую игру мы с вами приветствуем поэтому за это даниилу дубову надо поаплодировать браво дания но мы с вами идем дальше белыми играл петр свитлер черными гравших льером и медьяров и так в этом российско-азербайджанском противостоянии у нас был разыгран дебют рейти в исполнении петра свитлера дебют давайте с вами проматываем центр у нас разгрузился получается достаточно интересная живая фигурная игра после ферзь бьет b2 слом бьет b7 слом бьет f2 шах играет шахерма медьяров начинается очень интересные тактические осложнения на король бьет f2 черные могут забрать коня на поле е5 оббить воде нельзя потому что висит водя король g2 теперь как мы видим висит водя водя бьет c1 конь d7 петр свитлер подкручивает позицию по максимум бить на поле d7 нельзя будет мат на поле h7 g6 водя бьет c1 ферзь бьет c1 конь бьет f6 шах король g7 и конь f бьет h7 получается очень интересная позиция где ошибиться чрезвычайно легко особенно человеку ферзь g1 шах король h3 и тут после хода ладья h8 белые фигуры как видим застревают опасного какого-то шаха нету на ферзь c3 шах будет слон d4 ферзь d7 играет петр свитлер с намерением добраться до пешки на поле f7 и тут шахриер ошибается ходом ферзь f1 ладья бьет h7 конечно надо было играть теперь это шах конь бьет h7 и ферзь f1 шах король g4 ферзь бьет е2 шах слон f3 и тут такой тонкий ход ферзь e5 сейчас мы видим что у белых лишняя фигура но самое главное что конь пока на поле h7 застрял у белых а если его вернуть в игру после коня g5 ферзь f5 шах король h4 слон е3 конь и слон взаимно защищают как будто друг друга ну то есть коня защищает король а конь защищает слона и в результате фигуру белые не удерживают лишнюю максимум что они могут сделать это побить на поле f7 и перейти в окончании с разноцветными слонами с лишней пешкой у черных но это мертвая ничья и так после ферзь d7 ферзь f1 шах играет шахриер мамедьяров теперь закрывается слоном на поле g2 петр свитлер и это ошибка на самом деле к победе приводил ход король g4 но догадаться до этого было практически нереально пойти вот так вот королем под все бои но выясняется что на ферзь бьет е2 шах закрываются слоном и дальше пешка на поле всем теряется уже у черных и черные проигрывали слон бьет g3 находится вот такой красивейший удар защищая пешку на поле f7 после король бьет g3 ферзь е1 шах король f3 ферзь f1 шах черные пытаются сделать вечный шах но его здесь нет после король е3 теперь черные должны играть вот такую вот позицию без фигуры после ферзь бьет b5 все-таки конечно шансы белых на выигрыш здесь сохраняются хотя черные могут продолжать шаховать забирать какие-то пешки две фигуры они за вернее две пешки за фигуру они получат но скорее всего позиция все-таки в пользу белых достаточно серьезно а вот после хода ферзь f1 шах слон g2 это ошибка теперь владя бьет h7 шах играет шахрияр король g4 петр свитлер идет вперед но ферзь бьет е2 шах слон f3 и вот здесь находит шахрияр мамедьяров великолепнейший ход который просто заслуживает всяческой похвалы тут все на самом деле проигрывает за черных кроме единственного хода король h6 вот такой вот зубодробительный ход придумал шахрияр на самом деле он просто освобождает пешку f пешка f до этого была связана и шаха не было на поле f5 а теперь случае неправильного взятия ферзя следует ход f5 и черные отыгрывают ферзя и остаются еще и с материальным преимуществом а с другой стороны после хода король h6 как ходить если например ферзя не забирать то непонятно что делать то есть понятно что например забирать ладью очень плохо так как будет просто шах и тут уже добираются до белого короля черные поскольку королю надо уходить куда-то ну там на поле h4 тогда снова можно здесь просто съесть слона например и будет грозить fg4 мат позиция абсолютно безнадежная потому что король у белых расположен очень плохо а король черных на поле h6 даже ни одного шаха нету у белых нет ну шах какой-то есть конечно на поле d2 но после слон е3 шахи заканчиваются висит ферзь висит мат можно опускать занавес и так после хода король h6 конь бьет f7 шах играет петр свитер теперь шахияр играет ладья бьет f7 и после ферзь бьет f7 ферзь е5 буря улеглась на доске как мы видим окончание с лишней пешкой у черных и разноцветные слоны после ферзь f8 шах король h7 ферзь f7 петр свитер объявляет вечный шах на 32 ходу согласились на ничью ну согласитесь друзья что вот такую ничью лицезреть гораздо приятнее нежели ничья без всякой борьбы там в 11 или в 20 ходов за такую ничью обоим соперникам обязательно нужно поаплодировать браво идем дальше белыми играл с леса черными играл борис гельфанд в этом противостоянии сша против израиля уэсли со продолжает разыгрывать вот этот вот самый дебют с ходом b3 но с перестановкой ходов получилось у нас английское начало симметричный вариант снова с вами дебют проматываем ничего особо интересного здесь не было домотаем с вами до позиции где мы видим что все постепенно потихонечку разгружается ну и казалось бы что здесь будет быстрая ничья потому что как здесь можно проиграть пешек поровну материала также поровну после водябь от b4 черные все-таки сумели выиграть пешку на поле b4 борис гельф он сумел выиграть пешку ну и после хода конь d6 слон g6 f3 водя b1 шах король f2 водя b2 король g3 водя d2 все равно позиция с большим запасом ничейно все пешки на одном фланге выиграть не представляется возможным новая с леса прыгает закрывает позицию после конца 4 нападает на ладью водя d4 водя 6 шах король е7 забирает пешку на поле е5 у с леса теперь уже белые как мы видим в цветноте переиграли бориса гельфанда сон атакован и тут борис гельфанд зевает в один ход очень грубо забирает пешку на поле е4 и после хода конца 6 просто грубейший зевок моментально заканчивает партию зевнул ладью израильский гроссмейстер понятно что здесь любое отступление води например там на поле d1 приводило к вот такому вот эншпилю без пешки владейники но это ничья ну а так после хода ф е случился зевок высшей категории конца 6 шах и на 45 ходу у вас леса одержал победу идем дальше белыми играл виши анан черными играл ливон аронян смотрим с вами индийско-американское противостояние разыграна у нас сицилианская защита вариант найдорфа также с вами дебют проматываем хотя позиция здесь уже гораздо поинтереснее с разносторонними рокировками и стороны начинают пешечный штурм после сон d7 король b1 g6 c4 вадят c8 вадят c1 b4 играет ливон аронян теперь конь на поле опять атакован и ферзь бьет b4 вынужден виши анан принимать эту жертву пешки слон d8 конь b3 a5 ферзь c3 слон f5 шах король а1 а4 конь d2 черные вроде бы атакуют но непонятно что делать дальше в случае а3 просто пешка пойдет дальше там b4 даже можно сыграть с идеей c5 ферзь а5 играет поэтому ливон аронян и допускает чудовищную ошибку черные пожертвовали пешку и зачем-то предлагают размен ферзей ну конечно надо было сыграть например конь f4 на конь е4 просто ферзь b8 с идеей поставить слона на поле a5 где-то все-таки пешку на поле c3 а вернее a3 протолкнуть но после хода конь d2 ферзь a5 чудовищная ошибка со стороны ливона роняна виши прыгает конем на поле е4 нападая на пешку на d6 слон е4 fe и после коня f4 происходит размен ферзей и тут уже у белых просто преимущество двух слонов да еще и лишняя пешка в запасе после c5 прорывается виши ананд и тут уже просто получается так что белые пешки бегут ферзи причем бегут паровозом сделать ничего нельзя белые пешки очень быстро сминают всю оборону черных после c7 е4 шах король c2 слон h4 ладья g4 двойной удар на слона и на пешку ну тут уже ливона ронян просто на сорок пятом ходу признал свое поражение абсолютно безнадежно у него и так виши ананд победил идем дальше белыми играл ян непомнящий черным играл владимир крамник смотрим с вами российское противостояние в этой парте у нас было разыграна сицилианская защита вариант алапина в исполнении я на непомнящего и снова у нас позиция получается примерно равной и давайте мы с вами дома тайм здесь получился очень интересный момент после f5 ферзи 6 ферзи всем играет владимир крамник отдает пешку на поле а6 но при этом игра переводится в тяжелое фигурное окончание с большими шансами на ничью у черных потому что черные подрывают ферзи в фланг ходом b4 и пешка на d4 оказывается слабый h5 я не помню еще пытается атаковать bc h6 водя бьет d4 ферзь е5 и вот в этой позиции владимир крамник был уже в достаточно серьезном цейтноте белый давит на пешку на поле g7 и тут черным надо было просто сыграть водя g4 это приводило к легкой ничьей но вместо этого владимир крамник сыграл g6 этот ход моментально проигрывает партию но проблема еще в том что сделать этот ход он не успел то есть он не успел пережать часы у него упал флаг и ян непомнящий победил но здесь понятно что ход g6 моментально проигрывает по причине тычка h7 королем брать нельзя ввиду матов два хода а если забирать ферзем то ферзь отвлекается от пункта на поле е6 и тут все со свистом пролетает у черных и белый одерживают победу так или иначе но вот после хода ферзь е5 проигрывать в один ход конечно владимир крамнику не следовало ход водя g4 достаточно вроде бы не сложный но уже владимир крамник не контролировал ситуацию сыграл же 6 на падающем флажке и все-таки этот флажок уронил и так ян непомнящий победил а мы с вами посмотрели все партии восьмого тура идем дальше в девятом туре играет шахер мемедьяров против данила дубова александр горячук против я на непомнящего владимир крамник против уэсли со борис гельфан против виши ананда или вон аронян против петра свитлера белыми играл владимир крамник черный играл уэсли со смотрим с вами российско-американское противостояние разыграна сицилианская защита вариант найдерфа также дебют проматываем ничего тут интересного не было достаточно быстро партия перешла просто в тяжелый фигурный эндшпиль и дальше пример произошел у нас переход владейное окончание и вот в этом владейном окончании у нас начались удивительнейшие приключения владимир крамник на самом деле получает позицию с хорошими большими шансами на победу но пока черные за счет активности держит ситуацию мы видим что получилось окончание с лишней пешкой у белых и дальше после король е5 и в 4 шах король в 5 ладя d6 ладя е1 король d2 вот здесь уэсли со все еще держал ничью играя ладя е4 нападая на две пешки на b4 и на f4 после король c3 конечно самая опасная пешка это пешка b но черные дают шах на c4 очень важный король b3 и король е4 важно черным сохранить пешку на поле d5 b5 ладя c5 b6 d4 после король b4 ладя c1 черные держит ничью f5 шах король опять король е5 единственных кстати ход дающий ничью прогоняем ладью с 6 ряда после ладя d8 начинаем шаховать ладьей как только король скрывается мы можем сыграть ладя f1 с нападением на пешку и дальше происходит переход в окончание где черные будут отдавать ладью за пешку и будет окончание король и пешка против ладьи и поскольку король у белых далеко черные здесь без проблем должны сделать ничью но вместо этого после хода король d2 если играет ладя b1 этот ход проигрывает партию ладя бьет d5 шах король е4 теперь нельзя забирать пешку на поле f4 потому что в этом случае белый просто защитят пешку на поле c3 король у черных будет отсечен по четвертому ряду и это легкая победа поэтому король е4 играет в с лисо ладя b5 белые вынуждены встать вот так вот пассивно ладьей король d4 не пропуская короля на поле c3 и тут снова владимир крамник ошибается ходом f5 король c2 приводила к победе на ладя f1 теперь играем ладя c5 и мчимся королем на поле b5 ладя бьет f4 король b3 ладя f1 король a4 ладя a1 король b5 теперь король оказывается отсечен по вертикали c и снова эта позиция выиграна за белых решает построение моста отводим ладью затем королем идем на поле b8 пешку доводим до поля b7 ну все это хорошо известная теория ладейного эндшпиля и так король d4 f5 играет владимир крамник и этот ход снова выпускает победу ладя b2 шах король c1 ладя f2 теперь король оказывается отсечен по второй горизонтали ладя c5 и тут вес лесос снова ошибается вот владельники соперники ошибаются буквально каждым ходом король d3 играет этот ход снова проигрывает партию король е4 давал ничью b5 король d4 теперь снова прогоняем молодью но могут белый сыграть b6 и после короби от c5 b7 ну и здесь у черных есть четкая ничья потому что они должны объявлять вечный шах иначе белая пешка превратится ферзя и так после водя c5 король d3 играет у с лесо ход который проигрывает партию и тут b5 играет военный крамник и снова этот ход выпускает победу победе приводил ход f6 опять же не сложный потому что король полностью отсечен и по вертикали c а пешка грозит пойти еще дальше мы просто отвлекаем молодью и мчимся королем опять же на поле b5 и у белых был бы здесь легкий выигрыш но b5 сыграл владимир крамник энд шпиль он явно играл не на 2 900 если говорить мемом игоря немцева а гораздо хуже там я не знаю на все 2 300 да опять же если приводить мемы связанные уже самим владимиром крамником когда он комментировал турнир претендентов то он критиковал многих участников и говорил что многие там играют в силу 2 300 так вот b5 играет владимир крамник сам он сыграл здесь явно на уровень 2 300 потому что этот ход выпускает победу теперь король d4 играет у с лесо прогоняя ладью и после водя c2 теряется пешка на поле f5 все зевнул владимир крамник в результате получается так что черные просто блокируют эту пешку и ее уничтожают обиднейшее упущение экс чемпиона мира который упустил победу в этой партии сыграв неудачно владейном энд шпиле итак владимир крамник и у вас лесу сыграли в ничью идем дальше белыми играл ливон аронян черными играл петр свитлер в этом америка на российском противостоянии у нас была разыграна сицилианская защита вариант найдерфа давайте также с вами дебют проматываем и миттель шпиль особо ничего интересного тут не было немножечко проматываем черные захватили вертикаль е белые пытаются атаковать короля после конь d4 ферзь a5 слон b1 конь c4 владя е2 отвечает здесь ливон аронян теперь если забрать на поле е2 то в промежутке белый пробьют на поле f7 и объявит мат после ферзь f8 шах поэтому конь е5 играет петр свитлер укрепляя пешку на поле f7 и вот тут надо было белым сыграть c4 найти вот такой тонкий ход все дело в том что опять же бить на поле c4 плохо так как в этом случае белые победят бьют на поле h7 они вот такой красивый тактический удар если король бьет h7 то просто бьем на поле е7 и наводя бьет е7 ферзь h4 с двойным ударом и белые побеждают после конь е5 сыграл конь f3 ливон аронян и теперь этот ход на самом деле очень неудачный слон b5 отвечает петр свитлер нападая на 2 воде и вот тут уже сломит h7 шах так сыграли вон аронян этот ход вообще проигрывает партию снова надо было сыграть c4 на конь бьет c4 мы с вами знаем что так играть плохо а сломит c4 владя бьет е5 уничтожая защиту слона на поле c4 нас он бьет f1 снова удар слон бьет h7 бить опять же нельзя король f8 надо играть тогда конь h4 с угрозой мата в один ход очень красивые варианты начинаются слон d3 единственный ход владя бьет е7 король бьет е7 слон бьет d3 g6 конь f3 ферзь бьет a2 и получается позиция где у черных владя и пешка за две легкие фигуры у белых но у белых здесь конечно перевес потому что король у черных гуляет фигура здесь все-таки должны оказаться сильнее хотя компьютер говорит что черные могут держаться и так после слон b5 слон бьет h7 шах играет ливон аронян этот ход проигрывает партию потому что после хода король бьет h7 конь g5 шах король g8 владя бьет е5 еще играет ливон аронян начинает уже просто все жертвовать но атака ни к чему не приводит слон бьет f1 спокойно забирает петр свинлера ладью после ферзь f5 g6 защищается от мата ферзь f4 de и после ферзь h4 слон бьет g2 еще и пешку забирает петр свинлер после король h2 играет f6 ну тут уже как мы видим от атаки белых ничего не осталось водя с поля е7 защищает поле h7 от мата белые остались у разбитого корыта у черных огромное количество лишнего материала то есть фактически 2 лишних води поэтому ливон аронян признал свое поражение петр свинлер победил идем дальше белыми играл александр грещук черный играл ян непомнящий в этом российском противостоянии разыграна была защита немцовича система рубинштейна давайте также дебют с вами проматываем получается спокойная позиция на выходе из дебюта где белый атакует пешку на поле c5 которая довольно таки слабенькая ферзь d2 слон d5 конь c3 слон b3 ну начинается маневренная игра после ладья f1 ладья d8 ферзь е1 f5 f4 конь d3 слон d3 ладья d3 е4 отвечает александр грещук избавляясь от пешки на поле е3 слабенькой ферзь а6 ферзь f2 слон c7 еф после ладья d8 конь е4 c4 играет ян непомнящий и тут грещук ошибается играя ферзь бьет а7 ну грозил ход слон b6 и здесь надо было сыграть просто ферзь е2 стоять бить на поле f5 плохо потому что конь бьет f5 нападем на ферзя е5 самое сильное за черных тогда фе слон бьет е5 ну и просто стоим ладья c1 да у черных здесь преимущество двух слонов но белый все держат кони расположены отлично и прогресса не видно а после c4 ферзь бьет а7 сыграл очень неудачно александр грещук и ян непомнящий теперь забирает пешку на f4 повисала ладья теперь еще и какие-то жертвы на поле g3 нависают после кони в 6 шах король h8 конь g4 ферзь g5 висит конь висит ладья и грещук все зевнул ферзь бьет f7 играет отдает ладью ну и здесь ян непомнящий просто спокойно все меняет и выясняется что никуда никакие белые пешки не идут никакой атаки у белых нет после водя бьет f1 сдался просто здесь александр грещук так как после хода король бьет f1 тут ферзь подключается вместе с воде к атаке и белый получит мат быстрее нежели король черных и так ян непомнящий одерживает победу но мы с вами идем дальше белыми играл шахриярма медиаров черный играл даниил дубов в этой партии у нас ничего интересного не было было разыграна защита грюнфельда и дальше давайте просто проматываем потому что постепенно позиция выхолощивается белые как мы видим пожертвовали качество но при этом позиция достаточно крепкая и здесь даниил дубов просто начинает охотиться за ферзем и согласились шахматисты на ничью нечего показывать поэтому идем дальше белыми играл борис гельфан черным играл виши ананд но в этом противостоянии ветеранов шахмат тоже ничего интересного не было шахматисты немножечко подустали во второй игровой день и решили быстро не ломать копья согласиться на ничью опять же с точки зрения спортивной ситуации может быть их их это все и устраивало а вот с точки зрения болельщиков которые пришли посмотреть на игру любимых шахматистов это конечно опять же позор итак друзья мы с вами посмотрели все партии 9 тура и теперь мне не остается ничего иного как вместе с вами посмотреть положение участников итоговые после двух игровых дней или же 9 туров на супер турнир левитов чесвик 2023 внимание на экран турнирное положение следующее после двух игровых дней или же 9 туров ян непомнящий и пётр свитлер выходят у нас на первое и второе место соответственно у них 6 очков из 9 по 5 с половиной из 9 у виши ананда и ливона араняна даниил дубов 5 очков шахриер мамедьяров 4 у эсли со и борис гельфан по три с половиной и замыкают турнирную таблицу александр грищук и владимир кравник у которых пока всего три очка из девяти возможных и можно уже констатировать что и уэсли со и александр грищук и владимир кравник находится в плохой форме на этом супер турнире впереди у нас еще такая же дистанция то есть половина турнира пройдена и дальше шахматисты будут играть второй круг менявшись цветами конечно турнирное положение все еще может измениться друзья если видео вам понравилось поставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале по традиции для вашего удобства если вы щелкните по левой конечной заставке то вы увидите обзор предыдущего тура супер турнира который вы сейчас наблюдаете в данном случае это левитов чесвик 2023 или же алгоритм youtube а подберет для вас какое-нибудь интересное видео на моем канале справа соответственно будет обзор следующего тура или также алгоритм подберет интересное видео все сделано для вашего удобства чтобы вы не потерялись и посмотрели весь супер турнир целиком находясь на моем канале для вас работал и комментировал олег соломаха играйте в шахматы любите шахматы всем счастливо